Девчонки, всем большой привет! У меня сегодня еженедельные замеры были только что, и я в таком приподнятом настроении, довольная, все записала, как обычно, на свой листочек. И что меня очень порадовало, во-первых, это то, что у меня вторую неделю активно очень уходит вес. Ну, я, собственно, две недели отказываюсь уже от сладкого, и вот эти две недели он у меня активно уходит. Значит, первую неделю у меня ушло 1,2 кг, это даже не за неделю, а за 5 дней было. И за следующие 7 дней ушел еще 1 кг. Это при том, что я отказываюсь от сладкого, но не полностью. Я уже рассказывала вам свою схему, и я снова к ней вернулась. Для меня она наиболее оптимальна, и я не могу прямо на 100% отказаться от сладкого навсегда. Да, у меня ребенок ползет, опять по-пластунски. Я делаю следующим образом. Я на неделе не ем сладкое, я вместо конфет и шоколада кушаю чернослив, мед. Но тоже как бы не злоупотребляю максимум 3 раза в день, бывает даже меньше. Знаете, когда с чаем не ешь сладкое, ну, конфеты именно, как-то чай пить особо и не тянет. Вот как раньше я помню, сидишь дома, постоянно хочется посидеть, чайку попить в тишине, когда я на спит. А сейчас уже такого желания не возникает, потому что с чаем как бы особо ничего вкусного нет. Я бы, кстати, просто перестала покупать домой всякие сладости. У меня есть в ящике куча конфет, но эти конфеты у меня куплены для моей подписчицы, которой я скоро отправлю посылку. Поэтому я как бы держусь, я их не ем. Это у меня НЗ. А новые конфеты лично для себя я не покупаю просто, иначе я бы точно сорвалась. Кстати, у меня на днях было нечто подобное, угроза срыва. У меня муж принес орешки с авареной сгущенкой, и, в общем, это как раз был вечер. И вечером мне наиболее сложно сдерживаться, вот прям хочется что-нибудь вкусненького скушать. И вот он их принес, сел и начал при мне есть. Девчонке у меня дошло даже до слез. Я понимала, что у меня просто, знаете, как шизофреник, как будто две личности живет. Одна говорит мне, не ешь, все ради фигуры, ты у тебя процесс пошел, не надо это делать, не кушай. Другая говорит, съешь, съешь, сладко-сладко, сахар. И я понимала, вот у меня раньше такое было, что если я сейчас позволю себе эту слабость и съем один хотя бы этот орешек вечером на ночь, то у меня просто будет срыв диеты. У меня так уже было. Я сначала себе одну поблажечку позволяла, потом еще и еще и еще, и все. И в итоге возвращалась к прежнему режиму питания. И в общем я так была горда собой, когда я все-таки пересилила. Я ходила, конечно, нервная, злая, но я сдержалась и не съела этот орешек. Но я его съела на следующее утро. У меня был настолько сильный соблазн, я решила, ладно, вечером не стала кушать, съем утром. В принципе до 12 часов можно на что-то такое углеводистое. Съела я парочку этих орешков. И знаете, у меня как-то, ну то есть я перебила вот это желание, оно у меня отпало. Мне показалось ничего такого особенного, не особо вкусно. И все, я спокойно уже мне вечером, днем не хотелось уже эти орехи есть. И я так никак не могу дойти до сути. Все болтаю, болтаю. Суть моего питания, ограничения сладкого в том, что на неделе я его не ем, а выходные я отрываюсь по полной. Ну, конечно, не прямо, знаете, там торты килограммами, конфеты. Но я себя ни в чем не ограничиваю. Я ем в гостях, там мы ездим по субботам к свекрови, в воскресенье к моей маме. Как правило, они для нас готовят какую-нибудь выпечку, там пиццу, шанишки, пирожки. То есть я в этом себе ни в чем не отказываюсь. Все это кушаю. Ем очень много конфет, кстати, у моей мамы по воскресеньям. Вот действительно прямо наедаюсь вдоволь. В прошлое воскресенье я наелась конфет так, что мне под вечер аж стало как-то противно. И мне уже не хотелось их, я, знаете, как бы перенасытилась ими. Вот. А потом с понедельника опять зашиваю себе рот и не ем сладкое. Пока у меня эта схема действует, вес уходит. И самое главное, что сантиметры тоже уходят, потому что вес, он может уходить из-за того, что влага уходит из организма лишняя. Но у меня уходят еще и сантиметры. Причем у меня, я заметила по моим графикам, по схеме моей, знаете, поочередно уходит. Сначала талия в одну неделю, а живот, бедра стоят на месте. Потом наоборот. Талия стоит на месте, а дальше худеет низ, живот и бедра. Вот отчиталась я перед вами. Я давно уже не снимала во влогах вот эти свои замеры. Отчеты по правильному питанию, по приведению себя в форму. Кстати, в продолжение темы правильного питания, мне последнее время полюбился вот такой салат. Он, кстати, очень доступный. По цене получается сейчас овощи все более доступны становятся с приближением лета. Я нарезала половинку длинного огурца, одну среднюю помидорку, половинку красного болгарского перца, пекинскую капусту. Затем зелень. У меня здесь лук и укроп. Ну, любую можно, какую любите. Еще я базиликом немножко посыпала, посолила сверху чуть-чуть и насыпала еще кунжут. Ну, это я так, в качестве эксперимента, просто для пользы, не для вкуса, а просто чтобы там кальций был в этом салатике еще. Вот. И, кстати, можно вот этот вот сыр туда добавить. И получится уже такой греческий вкусненький салат мой тоже любимый. Но это будет уже более калорийно. И еще, кто любит оливки или маслины. Я все время путаюсь. Оливки, маслины, короче, я их не люблю, не ем. Но, вообще-то, греческий салат с ними делается. Но я добавляю только вот этот сыр. Сейчас я его добавлять не буду, я просто достала вам показать. И, к слову сказать, я только сейчас перевернула этот сыр. Посмотрела с обратной стороны, что там написано. Вообще, что это за сыр такой. И оказалось, что это плавленый сыр с заменителем молочного или какого там жира. Это, короче, плавленый сырный продукт. И так, с заменителем молочного жира. Больше я его покупать не буду. Потому что все, что с заменителем молочного жира, это вредно. Это, по-моему, трансжиры или как-то так называется. Короче, это даже не сыр, а какой-то сырный продукт. В общем, я буду искать замену. И маме скажу, чтобы она его не покупала. Она постоянно его берет. А кушаю я такой салат, кстати, с мясом. Вместо гарнира у меня вот этот салат идет. Ну и вот так выглядит мой обед. Вот такая вот маленькая тарелочка с куриным филе. И салат. Конечно, я его есть весь не буду. Оставлю еще на ужин на вечер. Да и вообще, тут не на один раз я приготовила. Кстати, очень-очень вкусно. Я ем это с удовольствием большим. Нисколько себя не мучаю, не насилую. Знаете, не доблюсь этим. Очень вкусный салат. И аромат у него прекрасный. Пахнет, знаете, воспоминания сразу всплывают. В вечерах с шашлыками и овощными салатами. Такой вот у меня обед. И еще я пью сейчас вот такое масло льняное. Я заметила, что когда я его употребляю, у меня перестает сохнуть кожа. Кстати, еще, по-моему, забыла сказать, что в этот салат я добавила еще маленькую луковичку. Лепчатую. Я утром сбегала за посылкой. Кстати, сломода пришла посылка буквально дня за 3, может быть, 4 всего лишь очень быстро. И извещения с почтового отделения тоже почему-то именно сломоды приносят быстро. Может быть, им указание такое дали, я не знаю. Сейчас я ее вместе с вами расчету и посмотрю, и все померяю. Так, я все разрезала. Первое, из-за чего я больше всего волнуюсь, это обувь. Я заказала на лето себе босоножки. Заказала их для того, чтобы было удобно в них гулять. Ничего не натирала. Поэтому они должны быть такие, как полуспортивные. Чтобы и с ребенком можно было погулять, и когда мы на отдых поедем, на экскурсии различные, и вообще просто по вечерам гулять, было удобно. Так, значит, первое. Запах. Запах из коробки. Запах из коробки практически не исходит. Только вот когда прямо примахиваешься к самим сандаликам. Чувствуется такой легкий запах клея. Но я такие запахи очень люблю, поэтому меня они вообще не напрягают. Больше всего я, девчонки, переживаю не за длину ступни вот этого вот изделия, а за ширину вот этой части. Я поэтому заказала босоножки, это, наверное, даже сандали, на липучках, чтобы можно было ее регулировать. Так, значит, что радует. Вот эта вот часть очень мягкая, и подошва, посмотрите, как гнется. Это очень хорошо. Я думаю, в них будет удобно ходить, будут амортизировать. И вот эта вот очень мягонькая часть, короче, я прям довольна. Вот эти блестки, конечно, немножечко осыпаются, но не страшно. Вот такие вот они. Ура, девчонки, они мне серии просто как влитые, посмотрите. И длина абсолютно идеальна, ни пальца, ни пятка, ни пальчи. И по ширине я все отрегулировала. Можно еще сильнее затянуть, даже нужно ослабить немножко. В общем, круто. И они очень-очень мягкие для моей спины. Это просто супер вариант. Продолжим. Надеюсь, что вторая часть посылки мне также порадует. Тоже для отдыха уже я заказала купальник. У фирмы Modis я купила простой черный купальник с чашечками. Сейчас, в общем, открою и покажу вам. 75А заказала и L. Очень удобно, что можно заказывать по отдельности для тех, у кого размер такой же, как у меня. То есть нестандартный. Не одинаковая верхняя часть и нижняя. Так, ну и давайте покажу. Это обычные такие плавки, здесь можно затягивать по бокам с обеих сторон. Короче, простые черненькие. Бюст вот такой вот здесь бантик. Его, по-моему, можно при желании, да, отрезать. Сзади обычная металлическая застежка, а наверху завязывается на веревку. Здесь есть небольшой ушар, не сильный. Так что сейчас буду мерить. Надеюсь, подойдет. Девчонки, мне все подошло просто идеально. Единственное, можно немножечко еще под грудью похудеть. Но там как бы все не критично. В принципе, все подошло. Сандалики очень удобные. Я в них сейчас по квартире походила. В общем, я очень-очень довольна заказом. Извините, говорю тихонько, потому что у меня сейчас спит Яна. Мы сегодня, кстати, пойдем на день рождения. И поэтому я сейчас пойду заниматься своими волосами. Мне их надо помыть, сделать масочку и высушить. Потом, пока детки будут спать, обе, я буду наносить макияж, гладить одежду. И когда они уже проснутся, я буду делать быстренько прическу. Ну, там что-нибудь придумываю, не знаю. Завью или, в общем, посмотрим лишь по ходу дела. Мы тут занимаемся. Я собираюсь на праздник. И параллельно Алирку отвлекаю, чтобы она не скучала, пока Яна кушает. Сейчас она поспит. Вот, я сплю, делаю чуть-чуть прическу себе. Давай, еще ищи буковку А на рисунке. Все, мы выходим. Сейчас завезем Яну к бабушке. И поедем на праздники. Я взяла с собой вторую обувь, чтобы не сидеть там в ботинках. Анютка довольная, весь день этого ждала. Спасибо, моя красавица. Пойдем, вон какое солнышко. Закрывай дверь. Сук не выронила сук. Сук не выронила сук. Все свое ношу с тобой. Пошли, я. Садись. Я девочка у него лазачка показала. Угу. Ножки там янины. С локонами реально цвет новый лучше смотрится. Как парикмахер и говорила. Потому что все люди с нами сидят. Да? Все любили лазачку. Потому что все люди там сидят. Одену мастик. Хочу лазачку. С шайками. Еще к тому же ветрища мощный дует вообще. Деревья все мотают в сторону. Капец. Конец апреля. Просто спустя полчаса все белое. Как будто зима вернулась. Девчонки, привет всем еще раз. Из меня, конечно, блогер вообще. Начала снимать вчера влог. Поехали на день рождения. В итоге нифига не сняла. Потому что у меня так всегда, кстати, когда приезжаю на какое-то событие, праздник. Когда действительно интересно, весело общаешься с людьми. Вообще не до видео, не до съемок. И я просто забываю про то, что я снимала влог. Полностью погружаюсь в общение. Но мне кажется, это правильно. Нужно лучше уделять время близким. А не думать всегда о том, какой бы кадр снять. В общем, вчера мы хорошо провели вечер. Сегодня, собственно, уже следующее утро. Я в шоке от погоды, если честно. Мы с мужем оба в шоке. У нас уже летняя резина стоит. Сейчас он повезет Анютку на дачу. Она там будет в дневной сон спать. А потом вернется. И я сегодня иду на тренировку, на растяжку. Я сегодня попробую поставить камеру. Куда-нибудь там установить в зале. А сейчас я хочу прибраться в шкафу. В своем, ну в нашем, точнее в своих отделениях, в своих полочках. Я хочу убрать всю зимнюю одежду. Несмотря на то, что на улице такая погода. Я надеюсь, это ненадолго. В общем-то, я хочу все убрать. И чтобы у меня уже освободилась одна полочка. Было как-то посвободнее немножко. А именно мне нужно разобрать вот эту всю полку. Здесь у меня термобелье брошенное. Горнолыжные вещи, штаны, кофты всякие разные. Так, разобрала шкаф. Посмотрите, какая у меня тут гора образовалась. Достала вот эту корзинку, которая у меня на верхнем ящике за одеждой стояла. И там у меня хранятся, девчонки, меховушки, которые пристегивались к пальто, которых у меня уже нет давно. Я вот это пальто черненькое отдала на дармарку. О меховушке остались этот воротник и рукавички такие вот из мутона, по-моему. И еще у меня от пуховика остался вот такой вот мех. И слушайте, я вот, если честно, мне почему-то жалко их выбрасывать. У меня сразу в голове всплывают мысли, что можно что-нибудь из них сделать. Не знаю, может быть, что-то задекорировать. Или для анютки что-нибудь из них сшить, куда-нибудь нашить. В общем, девчонки, у кого есть идеи, подскажите, пожалуйста, вот эти штучки были... Ну, они, конечно, все смялись, надо их расправить, они так-то более симпатичны. Вот эти вот пристегивались на рукав, пушистики вот такие. И вот это воротничок, он такой более пушистый, тоже надо его расправить. Подскажите, куда это можно применить? Мне, если честно, натуральный мех выбрасывать жалко. Так что я эту корзинку пока оставлю. Вот это черный даже, не знаю, может быть, и выброшу, может. Тоже куда-нибудь пришпандой. В общем, я жду ваших идей, пока не буду выбрасывать. Я знаю, что вы у меня очень креативные. Так, ну это я оставляю. Тут у меня мешочек с ремешками. Он у меня тоже отдельно хранится. Вот, короче, сейчас мне это надо все герметично будет запаковать в пакеты, потому что я буду убирать это все в кровать, а туда все равно попадает пыль и вещи там, если их не упаковать, сильно пылятся. Да, уж снежок скрипит под ногами. Я иду с подружкой, сейчас встретимся и пойдем с ней на тренировочку. Ну, дышится, кстати, хорошо сегодня. Свежий такой воздух, холодненький, приятный. Пыли нет зато. Пыли нет зато. Водичка плачет. Повсюду. Ветер такой вообще. Ой, я объелась, поела плова, попила чаек с конфетками, как обычно в выходные, позволяю себе конфеточки поесть и пошла в баню. Сейчас меня муж попарит. Кстати, тут родители мужа купили новый мангал. Я пришла посмотреть, еще не видела его. Сейчас покажу вам тоже. Залил вчера свекор площадочку под него. Вот такой вот прикольненький. Наконец-то будет крыша над головой, когда стоишь жарив шашлыки. Я помню, мы с мужем под клеенкой стояли, жарили. Это они покупали зимой еще, когда на все это не такие высокие цены, всякие распродажи. Очень, кстати, выгодно покупать такие сезонные пробки в дне сезона. Сейчас я все мышцы пропарю. У меня все забилось. Все, короче, тянет, болит. Спасибо, Рома. Здесь останешься, да? Хорошо, Рома. Все, приспособиться. Кстати, девчонки, мы уже дома. Анютка, как вы поняли, осталась на даче. Сама захотела. В общем, завтра ее родители мужа отвезут с утра в садик, а я вечером ее оттуда заберу домой. А сейчас я пойду в магазин продуктовый. Нужно кое-что купить мне на завтра. Решки. В общем, жор заканчивается. Начинается опять правильное питание. Поэтому мне нужно кое-что на завтра. Ну, вообще на неделю прикупить для себя. Так что я сейчас иду в магазин. Уже видео там снимать не буду. И, наверное, буду завершать этот влог. Он и так получился достаточно длинным. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Ну и всем пока-пока. Надеюсь, вам это видео понравилось и вам было со мной интересно.